Я, к сожалению, не знаю, насколько это законно, но бьет она не просто так. Она в брендированной одежде Янукович. А его уже можно называть не иначе, как ужас цепюка, летящий на крыльях ночи. Сколько он таким образом заразил людей, непонятно. Но это если он захочет об этом писать. По-моему, на бду поврут. Привет, это я, Андрей Богданович, и это мой погляд. Каждую неделю я просматриваю Кировоградский интернет и комментирую то, что мне понравилось или не понравилось. И сегодня это потемкинская инфекционка Степана Цепюка. В Кропивницком новое выражение «Мафия Болоня». Где будут селить в Кропивницком на обсервацию и какая зарплата у александрийских чиновников? Страна живет коронавирусом, и Кропивницкий, и Кировоградская область не исключение. Есть и тот, который претендует на премию Дарвина при определенных обстоятельствах. Дело в том, что заболевший коронавирусом водитель маршрутки возил людей по городу. Сколько он таким образом заразил людей, непонятно. И вопрос не в том, что он был в маске или нет, он передавал деньги за проезд. А это практически прямой контакт с людьми. Мне, честно говоря, и раньше кировоградские маршрутки напоминали гробики на колесах. А теперь вот прям такая материализация моих транспортных фантазий. Ну и Кропивницкий водитель маршрутки, конечно, такой всадник апокалипсиса. А ведь такой контакт с людьми, я имею ввиду деньги, да, из рук в руки, можно спокойно и легко заменить на электронный билет. В тех странах, где и был водитель транспорта, это водитель транспорта, а не кассир. Пассажиры платят, например, за вход в автобус или троллейбус с помощью турникета. Но это не про Кировоградщину. Может быть, когда Кировоградцы эволюционируют до того уровня, чтобы быть активными гражданами, до контроля за властью в области, возможно, и да. Но сейчас нет. Я думаю, что пройдет так лет 50. Или вот еще пример. Кондуктор попросил их одягнути маски, але пара відмовилась. Ее попросили выйти. И тогда розлюченые пассажиры выбегли, схопили палец и стали гамселить нею по автобусу. Я бы в другой раз просто пожал плечами, потому что в нашей стране такое часто бывает. Люди не контролируют себя, постепенно сходят с ума. Но дьявол кроется в деталях. И этот дьявол сегодня вот. Активная женщина, которая бьет палкой по стеклу. Но бьет она не просто так. Она в брендированной одежде Янукович. Я вам скажу, это довольно смелая женщина. Тут после расстрелов на Майдане в 2014 году люди боятся зонтиком Януковича выйти. А тут в целом, так сказать, верхним. Впрочем, надпись Янукович в данном случае очень характеризует и образованность человека, и воспитанность, и социальный статус нападавших. Но просьба, чтобы у вас не было написано на одежде, там, Ющенко, Юля, Тарквимада, Янукович. Не нарушайте закон. И будьте добры, будьте дома, соблюдайте карантин. Остановитесь! В Александрии, самом скандальном городе Кировоградской области, благодаря тамошней городской власти, снова скандал. Пока еще мэр Александрии Степан Цапюк заявил, что город и конкретно инфекционное отделение местной больницы готовы к эпидемии коронавируса. И оказалось, что говорить это не мешки ворочать в случае Степана Кирилловича. Нам всем хорошо знакомый активист Александр Кияшко. А его уже можно назвать не иначе, как ужас Цапюка, летящий на крыльях ночи, и, собственно, желание привлечь Степана Кирилловича к ответственности. Так вот, он с депутатом горсовета взял и пошел посмотреть на инфекционное отделение в Александрии. Ось, смотрите. Так, это то отделение, которое готово принимать людей. И оказалось, что это потемкинская деревня, а не инфекционка. С лицевой стороны отделение выглядит еще более-менее. Но Кияшко взял и повернул за угол. И там жопа. Самая настоящая Александрийская жопа. Больно смотреть. Отделение, оказывается, постепенно разваливается. Мало того, вокруг инфекционки просто разбросаны шприцы. Вот так Александрийское инфекционное отделение готово к коронавирусу. А вообще, деньги на содержание инфекционки и городской больницы выделялись, я так думаю, каждый год. И вот где они, Степан Кириллович? И да. Кстати, а откуда вдруг у вас повышение зарплаты, как у мэра? Согласно вашей декларации. Может, из-за удачной замены двух пластиковых окон в инфекционном отделении, так сказать, премия? Эта ситуация с Александрийской инфекционкой просто выглядит вишенкой на тортике после того, как на прошлой неделе городское управление здравоохранения оказалось замешано в откатах медсестер. Там, напомню, наладили схему, когда медсестры из своей зарплаты носили дань местным чиновницам. Кстати, о зарплатах Александрийских чиновников. Вот информация из их деклараций. Цепюк, значит, получает 70,5 тысяч гривен в месяц. Мэр продолжает пользоваться скандальным автомобилем Range Rover Sport 2017 года. Машину он приобрел в кредит, но, кажется, за год смог заплатить по этому Range Rover остаток в размере 1,130,000 гривен. Это примерно как иевская квартира стоит. Дело в том, что информация о кредите не указана в этой декларации, а вот в прошлой была указана именно эта сумма 1,130,000. Что еще есть у Цепюка? Значит, жилой дом, площадью 373 квадратных метра, он числится на супруге. Также у нее имеется два земельных участка, 980 и 302 квадратных метра. Стоит отметить, что жена мэра получает зарплату от предприятия «Уран», которая принадлежит дочке и брату мэра, и за год заработала официально всего 17,000 гривен. Елена Богоявленская, секретарь горсовета, получила за год 560,290 гривен зарплаты, других доходов не имеет. Как пишет декларация, среднегодовая зарплата 46 тысяч гривен в месяц, чуть больше, там почти 47. Имущество зарегистрировано на мужа, что и понятно для чиновника. Это недавно, кстати, купленный в кредит автомобиль Ренол Сандеро 2019 года. Кроме этого, есть квартира и офис в Александрии, по 50 метров примерно. На мужа также числятся 14 земельных участков, общей площадью практически 32 гектара. Плате фундистка. Людмила Давыденко, первая заместитель, или заместительница городского головы. Значит, ее доходы составили 620 тысяч гривен. В среднем это 51 тысяча гривен в месяц. Давыденко владеет автомобилем ВАЗ, десяткой, короче, она владеет. 2005 года Субрук, видимо, продал Тойоту Камри 7-го года, которую декларировали в прошлом году. Вот, продали за 100 тысяч гривен, что примерно 2,5 раза ниже рыночной. И жилья своего нет. В сети есть данные по другим Александрийским чиновникам, но мастером конспирации, по-моему, является управделами исполкома Александрийского Владимир Чеботарев. В чем дело? Он живет на одну зарплату. Годовой месячный доход 45 тысяч в месяц. Чеботарев ничем не владеет. У него нет жилья, нет машины, нет земли, нет счетов банка. Был кредит, правда, 6 тысяч гривен, но он его выплатил. По-моему, Чеботарев просто где-то копит эти деньги под матрасом. Или кладет на чей-то счет по договоренности. В общем, какая-то такая подозрительная бедность Чеботарева. Ну и возвращаясь к теме коронавируса, я не верю, что область готова к эпидемии. Ну, сами поймите, то на прошлой неделе непонятные крики в Фейсбук от Маловисковской больницы, то теперь вот эта история с Александрийской инфекционкой, то потом вот эти откаты, опять же, в Александрии местным чиновницам от Министерства. Что происходит вообще? По-моему, нам тупо врут. Я вот думал, когда главу Кировградской облгосадминистрации Андрея Баланя начнут критиковать по-настоящему. И вот дождался. Это первые признаки. Руководство Кировградской облгосадминистрации назвали практически мафией. Так называют друзей Баланя предприятие, а вернее, дирекция предприятия Мостозагин-112. Это я прочитал на ресурсе новости КРЮА. Суть в чем. В 2019 году в Бобриненском и Устиновских районах в результате погодных условий, видно, там шквал был, ураган, пострадали две дороги. В Бобринце еще и Дамба пострадала. Областная комиссия решила привлечь к этим работам, к ремонту, по восстановлению броварскую фирму Мостозагин. Потому что Кировградский фирм, как пишет новости КРЮА, которые могли бы сделать в том году, в 2019, такие сложные работы просто не было в области. Вот Мостозагин, в принципе, приехал, отремонтировал, но деньги от областной власти, от облгосадминистрации так и не получил. Кроме того, как пишут авторы письма через директора заказчика работ Зорькина, им озвучили сумму отката. Это полтора миллиона гривен. Письмо от имени Мостозагин 112 довольно эмоционально. Даже есть фразы, что это, мол, орудует мафия Баланя. Но вот авторы требуют, цитирую, от президента, Сапана, Бугин, прокуратуры провести проверку злоупотребления Баланя, Зорькина и других. Но откаты – это такое сладкое слово для наших чиновников, что, честно говоря, можно и поверить. Вот откаты, по-моему, и есть причины, почему у нас такая задница с инфекционками, больницами, дорогами, работой, коммуналкой и вообще в стране. Потому что красть – это любимое дело людей, которые приходят к власти. Причем это касается любой власти. А что касается Баланя, то интересно, как будет развиваться ситуация. Я бы хотел видеть в ток-шоу, например, каком-то представителей Мостозагин 112 и представителей облгосадминистрации, чтобы они-то, кстати, в лицо это все высказали друг другу. Странное сообщение, практически как загадка Маловисковской больницы. В Фейсбук крапивничанин Владислав Каплунов, уже бывший сотрудник Дендропарка, судя по тому же Фейсбуку, обвинил руководство в том, что они выкидывают людей на улицу. Иносказание, вероятно, состоит в том, что предприятие, подконтрольное семье Онулов, решило во время карантина сократить доходы и просто уволить некоторых сотрудников. В сторону! Пшел отсюда! Я, к сожалению, не знаю, насколько это законно, но по-человечески увольнение в такое время выглядит не очень. Практически гадко. В общем, я так понимаю, что за красивыми тюльпанами Дендропарка кроется еще тот пахучий перегной. Раз уж вы все любите так иносказание. И новость о том, где будут жить кировоградцы, которые приехали из-за границы и должны будут пройти обсервацию. По словам главы Кировоградской области администрации, это отель-турист и Знаменская бальнеологическая больница. Вот он, звездный час отеля-турист. Я думал, что его, как и отель Европа, в скором времени просто продадут. Потому что я так понимаю, что гости города не особо хотят селиться в таких отелях, как Киев или Турист. Хотя, черт его знает, может там уже лакшери-стайл, но хоть вода горячая там есть. Было бы неплохо местным тележурналистам снять вообще. А как там ожидают те, кто приедет на обсервацию? Может там внутри все так, как в Александрийской инфекционке снаружи? Надо. Спасибо. И вот интересно, как отнесутся к отелю-туристы, сами туристы. Ну, например, Сергей Компанец, крапивничанин, который застрял на круизном лайнере Коста-Виктория в Италии из-за коронавируса. По его словам, украинские туристы остались одни тут с россиянами. Их будут, то есть украинцев, отправлять через Москву, Беларусь, а потом в Украину. Но странно, потому что наша страна вроде как закрыла границы. Как доберется Компанец домой, пока мне непонятно. Вчера на борт поднялись итальянские медики для того, чтобы осмотреть всех пассажиров лайнера. Нам измерили температуру. И у меня есть хорошая новость, которая заключается в том, что все граждане Украины здоровы на сегодняшний день. В любом случае, земляки, добро пожаловать домой. И отдельно история карантинного круиза Сергея Компанеца, я думаю, заслуживает отдельной книги. Но это если он захочет об этом писать. На этом все. Лайкайте, комментируйте и помните, все изменяется на краще. Даже ситуация с коронавирусом. Ну, например, в Китае. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok